всем привет с вами сергей проект по сегодня рубрика книжные покупки и сегодня книжные покупки от издательства азбука как-то я больше всего наверно книгу этого издательства я приобретаю и вот сегодня собственно покажу почему начну я с наверное одну из самых толстых книг хотя серия обязывает это называется серия большие книги вот смотрите как она выглядит действительно увесистый томик это еще под серия русской литературы в которой я стараюсь как можно больше книг скупать и вы думаю заметили это то есть несмотря на то что я в основном вам рассказываю про фэнтези фантастику ужасы то вот эту серию с русской литературы с большими такими книгами значимыми книгами я все равно себе скупаю потому что эту литературу читает и вероника эта литература часть из нее например и в школьную программу входит возможно потребуется и ребенку например когда она дойдет для изучения ну я сам такие книги тоже люблю читать это книги мощные заставляющие подумать заставляющие что-то в себе внутри изменить переосмыслить ты ходишь под сильными впечатлениями ну то есть это не развлекательная литература это в я считают литературу на подумать хотя опять же фантастик фэнтези тоже такого хватает но здесь такие вещи приоплотай эту книга она вышла уже давно эту книгу я приобрел потому что была распродажа и большая большая скидка собственно поэтому я ее и ухватил называется на петербургские трущобы автор всеволод крестовский она действительно очень толстая только еще и мелким шрифтом написано здесь 1000 сколько тут 1300 с чем-то страниц и что нам обещает эта книга с этим моя жена вероника еще и посмотрела петербургские тайны которые были созданы на основе как раз таки этой книги хотя довольно старенький сериал там 94 года или какого но все равно смотрите его интересно хотя бы ради актеров которые там снимаются но самое известное наверное этот петербургские трущобы известность принесли автору хотя он написал очень много там романов очерков повестей вот этот роман петербургские трущобы почему говорят этим романом его не просто читали им зачитывались роман был настоящим бестселлером русской литературы второй половине 19 века всех поразил именно петербург петербург трущоб как даже читатели ходили коллективными экскурсиями по описанным местам трактиром лавкам ростовщиков набережной невы и крюкова канала крестовском удалось органично соединить традиции бытописательской прозы с авантюрным сюжетом которым переплелись судьба герою относящихся к самым разным социальным группам от представителей высшего света до нищих и воров весь петербург блистательный и преступного так его описывают очень много глав посмотрим почитаем мне кажется эта тема будет действительно интересно главное чтоб язык был еще такой приятно читать было они там какой-то такой уже закручена что ничего не раз не разберешь но вроде бы все должно быть хорошо она и сейчас видите переиздается и не зря и сериал еще сняли значит тема действительно интересный так все вот крестовские петербургские трущобы от этого тома перейдем к томику связанным с великой отечественной войной вы увидите меня сегодня таких насколько помню два томика да и так отложил до 2 томика я прикупил тоже это благодаря вот этой распродаже которая происходила и посмотрите какая книга первая тоже русская литература большие книги автор юрий бондарев горячий снег и батальоны просит огня я не знаю про горячий снег и батальоны просит огня еще было и экранизирована и даже вот сама фраза очень звучит на слуху ну да вот это она уже стала а здесь внутри будет горячий снег это именно роман батальону просит огня это повесть последние залпы повесть и юность командиров вот такое содержание этого томика кстати очень сильная до сцены тут нарисована что внутри автор юрий бондарев прославился книгами войне написанных на основе собственного военного опыта для него сталинградская битва 42 года описано в романе горячий снег или тяжелые бои при форсировании днепра в сорок третьем году о которых говорится в поиске батальона просит огня это не просто страница истории этапы собственной фронтовой биографии сборник включены также поиски написанной 50-х годах посвящены событиям 44 и 45-х годов последние залпы и юность командиров проза лейтенантов позволяет прочувствовать что стоит за сухими сводками потерь без приказ рассказывает как и ради чего люди на фронте живут и умирают и знаменитый писатель фронтовик василь быков это как раз наш таки белорусский автор который тоже мне очень нравится сказал однажды перефразирую известные высказания все вы мышли из бондаревских батальонов до такую военную литературу читать тяжело с другой стороны там про подвиг людей про героизм про то как в такие тяжелые условия не сохраняет свою там человечность на какие они поступки идут это всегда производится очень сильные моральные душевные какие-то перемены вот поэтому такую литературу я читаю его собственно как я говорил приобрел одну книгу и сразу давайте я тут поменяю местами сразу и вторую книгу покажу из этой же серии которая приобрел в этот раз это виктор астафьев и книга называется проклятые и убиты сейчас тоже загляну вовнутрь что нас здесь ждет собственно на две книги с она состоит из двух книг она называется чертова яма 2 плац дар в 1942 году 80-летний юноша виктор астафьев ушел добровольцем на фронт то есть тут тоже автор который прошел через это служил на передовой перенес несколько тяжелых ранений награжден орденом красной звезды и медалью за отвагу демобилизовался в сорок пятом году звание рядовой война увиденная глазами простого солдата одного из сотен тысяч нечеловеческих условиях ежедневно сражающих со смертью это центральная тема в творчестве выдающего русского писателя роман этот является итогом многолетних размышлений и одно из самых драматичных и трагических и правдивых повествования войне как преступление против разума поразительная откровенность писателя его бескомпромиссное нежелание скрыть неудобные факты и приукрашивать суровую правду передавая собственные воспоминания память павших завоевали в любовь миллионов читателей очень написано тут вот так рекламный слоган какой-то но я понимаю что такая литература она собственно дополнительные рекламы не требуют это просто мощное произведение особенно когда на собственном опыте рассказывают про такое это стоит читать этому стоит ужасаться и в который раз поражаться как казалось бы вот еще столько лет прошло еще нет гремела эхо великой отечественной войны и все оно происходит военные действия все оно происходит ужасные события на фронте люди убивают друг друга это конечно сложно понять но вот я же говорю может быть когда люди будут этим вопросом все-таки уделять больше внимания задумываться задуматься судьбах простых людей так далее что-то когда-то изменится к лучшему но что-то к сожалению мы этого не видим двигаемся от грустной тяжелой темы перейдем к другой теме хотя по сути тоже те же войны только много-много лет назад вы посмотрите какая книга вышла в серии the big book со значком 18 плюс стати ну да тоже 18 плюс стоит именно из-за того что тут нецензурная брони внутри а здесь же валерия массима или массима манфредди где называется спартанец и так как я понимаю вы уже доказываетесь чему будет посвящено это произведение здесь будет про появиться на свет коллег и по суровым законам своей воинственной страны быть обреченным на смерть до главному героя этот про древнюю спарту мальчика бросает на сиденье волкам и лишь посвященной случайности его спасает пастух из касты рабов и лотов мудрый старик учит юного талоса противостоять злой судьбе и дает в руки грозное оружие предсказывая юноше славное будущее роман спартанец выходит в новом переводе кстати тут довольно большие отступы так далее думаю вот из всех этих книг самые ближайшие вот как раз такими на спартанец а скорее всего прочту ближайшее время и сделаю вам отзыв именно за того что она небольшого объема и думаю легко и быстро прочитается я вам тогда подробности расскажу по моему их конечно 300 спартанцев смотрели посмотрим как же эта тема будет тут обыгрывать двигаемся дальше и следующая книга это все еще издательство звук естественно они все сегодня издательство азбука и эта серия большие книги но это иностранная литература и книги которую мы насколько я помню проходили в школьной программе проходит ли современное поколение эту книгу не знаю вот но на всякий случай прикупил так сказать и так хижин дяди тома внутри это произведение думаю вы да вы догадались кстати вот такая вот интересная обложка и еще тут роман агнесса из сорент автор герри бичер стол под именно настоящем издании хижин дяди тома представлен в полном виде без купюр и пропусков характерно для советского перевода а также сопровождается замечательными редкими иллюстрациями художника григория филипповского вот такое здесь издание естественно я вам покажу полистаю на камеру чтобы вы видели какие там иллюстрации да какими у нас сопровождается эта история вот посмотрите ну иллюстрации классные мне такое нравится кстати агнесса из сорента она тоже похожа да она тоже идет с иллюстрациями я кстати про произведение агнесса сорента даже не сдал это религиозный исторический роман издан спустя 10 лет после хижины дяди тома 10 романов солнечной талии в конце 15 века во времена правления печально известного папа александра шестого прекрасно юная агнесса мечтает посвятить себе служение богу у тебя монастырь но ее красота привлекает внимание мужчин среди которых молодой предводитель разбойников отлученной церкви и суровый настоятель монастыря ну тут что-то такое с любовной и с религиозной тематикой думаю тоже будет интересно почитать действительно проект роман ничего не знал но хижин дяди тома мощное интересное произведение хотя опять же я подробности помню школе читали но что конкретно там происходило вот уже не помню повод повод обновить и более когда есть иллюстрации то это как-то еще добавляет атмосферы ты больше в это все погружаешься закончить я хочу сегодняшней книжной покупки до стопку уже выросла сейчас меня она и закроет очередным томиком в серии звезды новой фэнтези и это фури командира это уже четвертая книга джима бачера я почему-то думал что тут всего лишь трилогии когда наверно показывал даже прошлой книжной покупки когда я говорил про легионы колора то говорил что это походу но финальный томик нет я ошибался на самом деле есть еще и пятый том как минимум следующая еще книга должна выйти это все относится к циклу кодекс а леры я фури кальтерона вам делал отзыв на канале и уже вторую книги я тоже начал читать поэтому тоже отзыв появится но надеюсь смонтируется он тоже быстро чтоб он был актуальным поэтому здесь я не заглядываю о чем это будет произведение чтобы себе не заспойлерить может я пока читаю второй роман мне все нравится как движется история какие там как раз магические способности какие там расы во всем это участвует плюс опять же там есть заговоры вот эти вот когда здесь есть симпера ну там не император он к у него не император которого нет наследника и соответственно тут сразу споры идут оператор очень мощные способности как он страну управляет как он много чего продумают как он пытается всю эту здоровенную империю держать под контролем а тут уже там враги и там грядет что-то плохое как вот это все рулить очень классно ну а все зависит от обычных персонажей да там кто-то даже без каких-то явных способностей но оказывается он тоже может изменить судьбу этого мира особенно когда вот помните в первой книге там вообще вторжение собирался там переворот целый готовился что во второй я еще не знаю а тут уже видите четвертая книга и видим что персонажи тут явно надо сражаться тут будет и сражение все эпично все будут протисать друг другу расы государства и люди и так далее это всегда читать интересно ну что вот такие получились книжные покупки я даже скажу большие книжные покупки издательства звука надеюсь что ты за техник вас заинтересовало сам я засяду читать за спартанцев и за второй томик кодексов алеры а но вы что-то из этого тоже может себе присмотреть читайте хорошие книги с вами был сергей проект по пока а